Так, друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 26 мая. Время ни то, ни сё. У нас задержка с весной. Странно, прекрасно цветут сливы, яблони всё ещё в стадии просыпания почек, цветами не пахнет и так далее. В общем, у каждого региона России, а то у меня никак весна настоящая не наступит, да, и дождей нет, а в каждом регионе России всё это выглядит по-разному, но везде катаклизмы, везде всё не так. Вот, значит, теперь у нас есть возможность как-то продвинуться до вот, сейчас я издаля начинаю, почему. Уже, на мой взгляд, должно быть так, уже должно быть с высокой трибуны сказано, с высочайшей трибуны. Есть уже катаклизмы, давайте мы не будем хотя бы колечить деревья. Вчера опять по телевизору показали, я уж не буду называть этот телеканал, я знаю, там никогда меня не будет, Савинич не будет, Железова Сергея там не будет, вот, потому что там реклама всё на ней основана. И опять держит саженец в руках, и опять раз, два, три, отрезал три нижние скелетные ветки. Почему он не понимает, что уже саженец пересаженный? Уже пересаженный саженец, который искалечен, и уже понятно, что туда пойдёт мороз, омертвление ткани, инфекции. А почему они не понимают этого, я сейчас не понимаю. Мы об этом будем говорить на вебинаре, это подготовка к очередному вебинару. А у нас сегодня конкретная цель. Ведь всё-таки, знаете, вот этот человек, да, вот, его фамилии здесь нету, это, из-за него появляется это самое. Вот человек, там есть такая, ну почему я не показываю вам этот канал? Да устал я, потому что в ответ грязь прилетит, вот, прилетит грязь. И там, этот сам, человек взмолился, фотография фактически мёртвого персика, и вот отзывы какие. Ну, в основном понятно, от одного срочно спилите и сожгите, одна крайность, другая крайность, лечите, лечите, опрыскивайте, ну, кто во что город, всё так же. Вот самый третий вариант, крутейший, зачем вы персик посадили в Рязани, кто вас надоумил, а потом включите караул. То есть, по понятию этого человека, который, вот это, это его один к одному переписано, это значит, что в Рязани никто не имеет права растерпеть. Вот это суперспециалист, следит за нашими, за моими вебинарами, вот, постоянно кидает кому грязи, вот такой, знаете, такой дерьмовенький характер. Вот никто его не просит, никто его не трогает, никто его не знает, обязательно какую-нибудь гадость ставит, но обязательно вот надо вот так жить. А вот здесь-то он, ну, если ты хоть что-то соображаешь, ну, ты же знаешь, что персики по всей России в средней полосе, из Сибири переехали, везде плодоносят. Вот. Ну, об этом мы на вебинаре поговорим. Один из специалистов по персикам живет в Украине. Сейчас я вам еще раз с ним побеседую, почему. Потому что это не политика. Потому что персики нужны и украинцам, и русским. Тут уж никто меня, это самое, не упрекнет в том, что я призываю к миру или к войне. Вот. И то, и другое считается в наше время плохо. Поэтому мы будем говорить только о садоводстве. Так, теперь нам нужно попасть в WhatsApp, вот сюда. И начинаем чуть ли не сначала, да. Вот. Смотрите. Приветствую, Валерий Костинович. Это когда-то начиналось. Я садовод. А важно почему. Там уже теперь с персиками трагедия произошла. Все было так хорошо. Ну, все, думаю, наступит мир и Украина завалит нас персиками. Я уже сам размечтался. Вот. Почему? Потому что я к этим персикам в Хасанске имею самое прямое отношение. Я чуть ли не этот самый. Если не родитель, то по крайней мере этот, как сказать, воспитатель. Да. Я воспитатель персика Хасански в Сибири. И вот получается, что там случилась трагедия. Но подходить будем постепенно. Поехали. Это начиналось когда-то. В 22-м году начиналось. Зимой. Приветствую Валерию Карстиновича. Я садовод Валерий из Украины. Вы уже знаете его, Валерий Александрович. Выращиваю конец собственный Хасанский персик. Подскажите, на сколько процентов передаются материнские качества. И, возможно, перепыление, если в саду еще 20 сортов. Вот. Мой ответ будет очень расплойчатый. Сейчас поймете, почему. Это было просто чисто... Знаете, что я сделаю? А для чего нам вебинар, а? А я на вебинаре про это копировать. Сюда. Вот. И как раз будет тема. А то это самое. Некий суперспециалист объяснил. Какое выражение может быть персик. Вот. Все. Поговорим позже. А сейчас мы будем говорить про кучерявость. Вот в чем беда. Нельзя мне расплываться. В этом. Мыслью по древу. Так. Пойдем дальше. Как к нему попали Хасансы? Они попали к нему сложным путем. Мой путь восстановили. От меня. Чернобаева. От Чернобаева. Малькова. От Малькова. В Запорожье. От Запорожья. Уже к этому. К Валерий Александровичу. В Сумской области. Смотрим сюда. Вот они персики. Здесь написано. Слева несколько привитых хасанцев. Далее корнесобственные. Вот. Посмотрели. Так. Сейчас. Сейчас. А перед этим письмо. Давайте. Пусть это будет. Такой. Немножко дерганный фильм. Но я ничего не хочу пропускать. Почему я вопрос задавал. Насчет. Перепопаления. У меня. У меня. Около 30 сортов. Но не в этом дело. Два сеянца. Из косточек. На третий. Вот. Заплодоносили. Это хасанцы. Так. Объясняю. Действительно. Хасанцы. Наверное. Самые. Мало того. Что самые моросойки в мире. Они еще и самые скороплодные. Привитые. Да. Как правило. На второй год. А сеянцы. На третий год. Спросите у моего друга Чернобаева. Вот. Который. Это. После меня. Начал. Я-то только привал. А он начал еще. И сеянцы садить. Прекрасно. На третий год. Так. Слушаем дальше. Моего земляка. Косточки. С маточного дерева. Значит. Плоды. Одного. На неделю. Раньше. От. Условно. Эталонного. Хасанца. Более. Окрашены. Немножко. Они крупнее. Может. До 60 грамм. Это первое плодоношение. Но они. Намного. Вкуснее. Они. Сладкие. Даже. Очень сладкие. Второе. Дерево. Плоды. Ну. Ближе к эталонному. Почти. Те же. Что на материнском. Дереве. Хасанский. Персик. Так что. Сниму видео. Я вам скину. Так. Друзья. Договорились. Мне очень приятно слышать. Про самые сладкие персики. Вот. Потому что. Красивые. Крупные. Южные персики. Это еще не знак качества. По сахаристости. Идем дальше. Вам уже интересно. Надеюсь. Теперь. Значит. Он. Присылает небольшой фильм. Персик. Хасанский. Железово. Вот. За что я благодарен человеку. Захотел бы. И назвал себя воспитателем. Захотел бы. И это. У нас так принято. И среди наших русских. Россиян. Тоже есть такое. Смотришь. Вновь появился этот. Родитель. Вот. Но. Мой земляк. Он вообще молодец. В этом плане. Везде. Вы потом. Ниже. Десятки раз услышите. Персик. Хасанский. Железово. Итак. Поехали. Ага. Как это все начнется. Приветствуем садоводов 14 января 23 года. После видеофильмов. После видеофильмов Железова Валерия Константиновича. Сибиряка, земляка, друга. Я приехал в сад. Я приехал в сад. Навестить свои. Хасанские. Клон железово. Персики. Снег растаял. Температура минус 4 градуса. Что я обнаружил. Что я обнаружил. Под каждым деревом масса косточек. Которые на вес золота где-то. Очень дорого стоят. Ребята. Это я. Железов. Внушил моему другу Валерию Александровичу. Что у нас в России. Этим косточкам нет цены. Потому что их так мало пока еще. Но сами посудите. Откуда они будут? Зачем вы персик посадили в Райдане? Кто вас надоумил? А потом кричите, корову помогите. Да, конечно. Персик, который вам привезли с Молдавии. Не дай бог с Голландии, с Италии. Если мне железо звонит прямо с этой самой. С Италии говорят. Валерий Костинович. Называет русскую фамилию. Дама. И говорит. Я вам хочу выслать крупную партию персиков на реализацию. Вот тебе и здрасте. Но я-то отказался. Но кто-то ведь согласился. А потом они умирают. А человек кричит. Действительно помогите. А помощь должна быть одна. Откуда дровишки? Узнайте, пожалуйста. Узнайте, что берете. Если вы увидели, открывайте сайт. А их несколько сотен. И на этих сайтах написано. Фотография выставлена. Персик в сибирях. Ну, дураку понятно, что я вырастили в Сибири. А на самом-то деле в той же Италии. В Узбекистане, в Кыргызстане я вырастили. Ну, вот это так. Это ж так легко. Ну, вам предлагается это. Обратитесь, позвоните. Вы даже по голосу узнаете. Это я... Ну, я не могу идти на тот канал. Еще раз говорю. Я или мой брат, если сунемся туда. Ужасовались. Мы оттуда выскочим, политая грязью. Да такой грязью, Ванюси. А? Кому я обращаюсь? Вот к этому, кто вот это вот взял и надоумил. Он, вроде бы, и прав. Какой может быть в Рязани персик? Если они с Италии или с Киргизии. Но мы-то с вами для того и живем, чтобы в Рязани были персики. Чтобы не вот этот товарищ полуумный или как-то полуграмотный. Вот, который даже не может объяснить, что есть персик в персику. Но разве он когда-нибудь, зная Железову, скажет? Вы лучше к Железову обратитесь. Он, скорее всего, язык отрежет. Итак, мы с вами убедились лишний раз, что проблема есть. Давайте дальше поехали. Видеофильмов. Железова, Валерия. Я побыстрее. Касанский. Под каждым деревом масса косточек. Которые на вес золота где-то. Очень дорого стоят. Объясняю. У Железова они стоят. Последняя цена была 100 рублей. Даже скидки не делал. Вот. В сумме. Мои косточки. Плюс. Хасанский. Плюс. Которые переехали. Это самое. К Чернобаеву. Еще пару-тройку сотен. И 800 косточек из. 820. Из этих же. Хасанских. И моих же. Минусинских. Из Брянской области. Отмезленного. Это всего получается. Меньше полутора тысяч на всю страну. Зайдут далеко не все. Никто не умеет с ними обращаться. Помните последний фильм. Из пяти взошел один. Ну правда они самоплодные. Если он их сбережет. Этот один. Он уже с персиками. Вот так друзья. Значит. Мы с вами. Наверное. В одну серию не вложимся. Я с вами. Вам показывал. Эти фотографии. Фильмы я по моему не раскрывал. Только сейчас. Подробно. Почему. Вот. Вот. Благодарность этому человеку. Да. С грязной душой. С грязными словами. Вот. Который вот это написал. Да. Видите. Я его не афиширую. Он мне потом ответит. Да. Все равно ответит. Почувствует себя оскорбленным. Ведь. В Рязани же не может быть персиком. Вот. Но. Раз это есть. Я обязан был вместе с моим другом. Украинцам. Вот это все перевести в нормальный фильм. Идем дальше. Ничего. Ладно. Все уговорили. Ничего пропускать не буду. Пусть будет два-три фильма. Вот еще. Несколько персиков. Хасанских. Которые привиты. На Маньчжурском. Вот вы. Растут произвольно. Никакой формировки. Слышали. Никакой формировки. Валерий Александрович. Пусть понял. И вот. Еще один. Так же. Следующий. Ходил Валерий Александрович по золотым косточкам. Вот. И не трогал их даже. Часть из них. Представляете что творится. И не думал что это наше будущее. Но дело в том что. Вот. Он продавал косточки культурных персиков. По такой цене. Это. И я когда-то и оглашал эту цену. Но если бы я сейчас огласил. Вы бы со стульев попадали. Почему. Потому что с одной стороны богатство. Но. Заканчивается будет фильм очень грустно. Кучерявость достала всю Украину. Вот. И мы будем с вами думать. Как от этой кучерявости избавляться. А пока. Я немножко сокращаю фильмы. А то что это. Ну поехали. Теперь его звуковое письмо. Константинович. Действительно. Уже существует. Некоторые проблемы. О которых. Вы. Говорили. В начале нашего знакомства. Видео что размещаю. Последнее время. Я комментарии отключаю. Потому что. Даже русский язык. Многим не нравится. Так что. Не будем пока. Размещать. Адрес. Имя отчество. Скользь так упоминать. Фильмы. Значит я вам. Скину. Которые. Короткометражные. Я сейчас. Хочу сделать. Захасанский персик. На электронную почту. Которую. Мне. Сейчас. Напечатаете. Так. За счет. Печатал. Электронной почты. Пропускаю. Это. Деловый разговор. Добро. Все. Нормал. Единственная. Проблема. Что. У нас. Два часа. Свет. Четыре. Нету. Вот. Вся. Электронная. Почта. Весь. Интернет. Сейчас. Пока. Есть. Проблема. Большинство. Российских. Сайтов. Заблокировано. Ваши. Не могу. Открыть. Так. Это. Деловые. Разговоры. Дальше. Поехали. Добро. До завтра. Всех благ. Персик. Хасанский. Железово. Приветствую садоводов 14 сентября 22 года. Село Волковцы. Украина. Сад СВ. Персик. Хасанский. Так. Полюбовались. Возвращаемся обратно. Ну что. Интересно или неинтересно? Приветствую Валерия Константиновича. Пытаюсь открыть. Не открывается. Возможно Яндекс. Заблокирован. Или же слабый интернет. Если получится скиньте это по WhatsApp. Привет земля. Именно на WhatsApp я ее разместил. Чуть выше вашего голосового письма находится вот эта ссылка. И почему она у вас не открылась непонятно. Яндекс. Друзья. Прошло 20 минут общения. Я вот этим первым фильмом вас заманиваю. Впереди будет страшная проблема. Кучерявость персиков это жизнь между деревьев, между жизнью и смертью. Вот. Непонятно когда происходит лечение. Оно лечит или убивает. Так. И обидно страшно когда прекрасные сады даже уже не плодоносят. Вот. Будем считать что главный разговор впереди. Я на сегодня прощаюсь с вами. Труба зовет. Надо ехать в деревню. Надо снимать мешочки. Вот. С прививок третий этаж. Это то что я перенастроил деревья. Потому что мне стало скучно. Вот. Меня получил я легонько. Друзья. Как это интересно. Получил я легонько пощечинку. Такую. От хорошей доброй женщины. А вы Валерия Константиновна что говорили? Только яблоня на яблоню. Груша на грушу. Слива на сливу. Персик на персик. Абрикос на абрикос. Ай. И вдруг вы. Это. На глазах у всех садоводов. Прививали персик на абрикос. Хе-хе-хе-хе. Персик на сливу. Слива на абрикос. Абрикос на сливу. Вот. Кому из вас верить. Тому или этому. Я на всякий случай лишний раз объясню. Может для этого есть вебинар. Но все таки. Ну что я могу сказать. Когда человек не понимает. Что существует. Эээ. Селекция. И существует. Эээ. Просто нормальный добротный сад. В нормальном добротном саде. Привайте яблоню на яблоню. Сливу на сливу. Абрикос на абрикос. Это мой добрый совет. Но это касается именно. Эээ. Ээ. Ээ. Просто нормальных садов. Промышленные сады. Тем более. Никаких межвидовых прививок. Так. И наконец. Эээ. Эээ. Селекция. Сперва. Прививаю. А потом думаю. А что же ты это творил. Вот на этом. Позвольте. Закончить эту первую серию. Фильма. Еще раз говорю. Вот. Все садоводы братья. Точка. 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 Точка.